Секреты есть у всех. У РПЦ, у Ватикана, даже у российского правосудия имеются сокровенные тайны. Вернее, секретный приговор, касающийся иродиакона Русской Православной Церкви Ивана Шевгинюка. Иродиакон Иоанн Шевгинюк, личность в Славгородской епархии известная. Секретарь управления и по совместительству еще и руководитель молодежного православного волонтерского движения «Милосердие». Вот только с недавнего времени все упоминания о нем на сайте епархии чудесным образом улетучились. Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев, уже давно ведущий неравную борьбу со всякого рода нежелательными элементами в Православной Церкви, пишет, что епархия не просто так старается стереть любые следы пасторской деятельности иродиакона Шевгинюка. Причина, как утверждает опальный протодиакон, заключается в том, что служитель культа оказался на скамье подсудимых по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении 18-летнего учащегося педагогического колледжа. Уголовное дело в конце сентября было рассмотрено в закрытом режиме Славгородским городским судом Алтайского края, который вынес обвинительный приговор по статье изнасилования, три с половиной года условно с испытательным сроком два года. В подробности похождения Ира дьякона Иоанна, между прочим, полностью признавшего свою вину, вдаваться не будем. Могу лишь сказать, что отраженное в протоколе суда описание епархиальной жизни господина Врясе настолько отвратительное, что порядочный человек вряд ли сможет дочитать до конца многостраничный текст приговора. События, за которые служитель культа подвергся позорному суду, произошли в марте этого года, когда оба фигуранта дела и священник и его жертва находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Вероятно, вспомнив о том, что бог есть любовь, Ира дьякон нарушил половую свободу своего 18-летнего знакомого по волонтерскому православному движению, в чем чистосердечнее признался в явке с повинной. Получается, что уважаемый божий человек оказался не просто насильником Врясе, а с конкретной специализацией по мальчикам едва совершеннолетнего возраста. Кстати, именно Ира дьякон Шевгенюк, находясь в должности руководителя информационного отдела Славгородской епархии, рассказывал журналистам о том, как религиозная организация демонстративно исключила из своих рядов протеерея Андрея Киселева, осужденного в 2019 году на 12 лет и 2 месяца за педофилию. Протеерей Киселев умер в этом году в заключении, так что у проворного пресс-секретаря есть все шансы занять, похоже, пустующую сейчас в епархии духовную нишу. Если после новостей о священниках-насильниках, неровно дышащих к несовершеннолетним девочкам, а чаще всего к мальчикам, вы задумываетесь над тем, где был библейский бог, пока духовные отцы демонстрировали совсем не христианскую любовь к детям, в таком случае предлагаю вам обсудить новость, герои которой наплевали на того самого господа не то что с высокой колокольни, а прямо на алтаре его же святилища. И грозный бог, который на страницах священного писания собственноручно наказывал людей за гораздо меньшее прегрешение, благополучно это проглотил. Ни зрелищных превращений в соляные столбы, ни даже простой молнии с небес. Ничего этого мы не дождались. Перенесемся в католическую церковь Петра и Павла, расположенную в американском городе Пёрл-Ривер. Там, среди красивых витражей, изображающих двух христианских апостолов, служит Господу Иисусу Христу 37-летний преподобный Тревис Кларк. Поздним вечером 30 сентября случайный прохожий шел мимо церкви, которая к тому моменту должна была быть закрытой, и, увидев свет в окне Божьего дома, решил посмотреть, кто же в столь поздний час предается размышлениям о Господе и жизни вечной. В храме действительно громко взывали к Богу, однако отнюдь не по причине молитвы. На церковном алтаре преподобный Тревис Кларк разместил двух женщин, одетых в корсеты и сапоги на высоких каблуках и оснащенных сексуальными игрушками. Рядом на штативе стояла камера, которая фиксировала для потомков горячую проповедь пастора среди его духовных чад. Невольный свидетель столь необычной исповеди на всякий случай снял происходящее на телефон через церковное окошко, а затем со спокойной душой вызвал полицию. Служитель культа был арестован по обвинению в непристойном поведении, однако вышел на свободу под залог в 25 тысяч долларов. Теперь всем действующим лицам ролевых игр в церкви грозит от шести месяцев до трех лет лишения свободы. А вот алтарь, на котором преподобный занимался плотскими утехами, сожгли по решению архиепископа Грегори Эймонда. И тут стоит признать, что Тревис Кларк явно опростоволосился. Если бы он развлекался не со жрицами любви, а с несовершеннолетними мальчиками, то, глядишь, по старой доброй католической традиции отделался бы не тюремным сроком, а переводом в другую епархию. Но шутки шутками, а у архиепископа Эймонда и без нарисовавшегося внезапно на горизонте порно-алтаря проблем выше крыши. Дело в том, что епархию Орлеана в начале октября потряс скандал, связанный с именем 53-летнего преподобного Патрика Уатинии, признавшегося, что семь лет назад он подверг сексуальному насилию несовершеннолетнего. Очень часто атеистов стращают божьим наказанием, которое, как надеются верующие, постигнет неугодных им прямо здесь на земле, не дожидаясь мифического страшного суда. Однако, что мы уже давно усвоили из этих угроз, так это то, что они совершенно беспочвенно и говорят лишь о бессилии тех, кто их произносит. А бог, которым неизменно пугают атеистов, где он, куда спрятался и почему. В минувшую пятницу под Парижем был обезглавлен преподаватель колледжа. Полиция застрелила 18-летнего уроженца Москвы, возможно, родственника одного из учеников, у которых убитый учитель проводил занятия и объяснял, что такое свобода слова, на примере скандальных карикатур на пророка Мухаммеда. Убийца успел сфотографировать отрезанную голову своей жертвы и выложить снимок в интер, сопроводив его угрозами в адрес неверных, то есть надо думать тех, кто имеет смелость и даже наглость не разделять и не уважать сказки, в которые верят адепты одной сугубо мирной религии. Я сомневаюсь, что бездействие Творца, когда речь заходит о физическом и сексуальном насилии над несовершеннолетними, объясняется тем, что бесчинство по отношению к беззащитным детям ему милее, чем существование атеистов, не принимающих гипотезу Всевышнего за неимением не то что убедительных, а вообще каких бы то ни было доказательств. Так что, к большому сожалению для верующих, бездействие их бога можно объяснить только его отсутствием. Хотя если на мгновение допустить его существование, то следует признать, что Всевышнему нет никакого дела до того, что творится на земле, в том числе и происходящее под прикрытием его имени или во славу его. И раз так, то имеют ли право верующие оскорбляться действиями или высказываниями тех, кого они называют богохульниками, раз самого бога, за которого они так ряно заступаются и ради которого даже готовы убивать, все это нисколько не волнует. Тем временем Ватикан расширяет списки святых. На сей раз ряды приближенных к богу, по мнению католической церкви, пополнил итальянец Карло Акутис, скончавшийся в 2006 году от лейкемии в возрасте 15 лет. 10 октября, во время торжественной церемонии в присутствии самого папы римского, Акутис был причислен к лику блаженных. Ватикан официально подтвердил чудо, якобы совершенное подростком в 2013 году, то есть уже после его смерти. И теперь новоиспеченный райский обитатель находится буквально в одном шаге от святости. Для этого достаточно найти еще одно чудо, что, думаю, для церкви не составит большого труда. Карло Акутис, несмотря на свой юный возраст, как считается, был ревностным христианином и использовал свои знания в области программирования для популяризации идей католической церкви. В частности, он разрабатывал сайты католических организаций, занимался благотворительностью и опубликовал в интернете каталог официально признанных церковью и в христических чудес. Сегодня Ватикан активно использует образ онлайн-святого для привлечения молодежи в церковь. А юным айтишники издаются книги с обязательными цитатами-откровениями и снимаются документальные фильмы. Была даже создана ассоциация «Друзья Карла Акутиса», активно лоббирующая биотификацию 15-летнего подростка, ступившего на путь святости, а теперь, вероятно, и его канонизацию. В начале 2019 года Ватикан, заручившись поддержкой родственников Акутиса, вскрыл его захоронение. При подготовке к биотификации по церковным правилам необходимо проверить, не является ли тело будущего святого нетленным. Если оно сохранилось в приличном виде, естественно, благодаря климатическим условиям, в которых оно пребывало, а не вмешательству высших сил, то это очень даже хорошо. Дополнительное чудо никогда не помешает. Если нет, то ничего страшного. Ватикану не впервой изготавливать восковые куклы святых и возить их по миру вместо настоящих мощей, далеких от состояния нетленности. Так, в 2011 году в Мексику привезли мощи папы римского Иоанна Павла II. Вот только вместо нетленных останков короля Вайтилы верующие публики демонстрировали восковую куклу, наряженную в папские одежды. Останки Карла Акутиса оказались дословно в хорошем состоянии, так что ни о какой чудесной сохранности мощей не может быть и речи. В противном случае о нетленности трубили бы на каждом углу. Вот и получается, что лежащий в стеклянном гробу новоиспеченный блаженный Акутис, одетый в спортивную кофту, джинсы и кроссовки, больше напоминает экспонат из музея Мадам Тюссо. Так сказать, поближе к верующим, но в то же время и не отходя далеко от Бога. Хотя, как по мне, так святому престолу сейчас больше стоит беспокоиться не о том, кто из выдуманных людьми небесных покровителей станет присматривать за интернетом и привлекать в церковь молодое поколение, а о том, как сохранить свое лицо и отбиться от многочисленных обвинений в педофилии. А с недавнего времени еще и от взбунтовавшейся общественности, которая требует от церкви извинений за истребление коренного населения во время распространения испанцами в 16 веке веры Христовой на только что открытом к тому моменту новом континенте. Соответствующее письмо папе Франциску направил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Абрадор. Этот вопрос главы Мексики поднимается не впервые. Год назад он обращался с подобной просьбой и к папе, и к испанскому королю. От последнего он получил вежливый отказ, мотивированный тем, что о событиях 500-летней давности не стоит судить с позиций современности. Так что если мексиканскому президенту и ответят в Ватикане, то наверняка предложат перевернуть эту страницу, ведь, как известно, кто старое помянет, тот лишится одного очень важного органа. «Благодать Божья». Вспомните прежние времена, когда была тиф, холера. Кто оставался живой? Только те, кто под колоколами стоял. «Давайте помолимся ко Господу, чтоб вы не тупили». «Ага! Дули вам всем!» Произошел тут недавно вопиющий случай. Я бы даже сказал, из ряда вон выходящий. А случилось, что в одной дружественной соседней стране оскорбили чувства верующих. Казалось бы, оскорбили и оскорбили, забыть нужно и дальше продолжать восхвалять Бога. Но не такие они, наши братья по вере. Короче, в одном городе этой дружественной страны работает предприятие по переработке вторсырья. Ну, работает себе и работает, стоит ли обращать внимание? Вот простые люди и не обращали, а обратили сами работники завода. Копаясь однажды в груди макулатуры, они с удивлением обнаружили там вместе со школьными учебниками экземпляры одной священной книги. Ну, обнаружили и обнаружили, что теперь, умереть что ли? Однако религиозные чувства рабочих были так сильно оскорблены, что со своими находками они отправились прямиком в полицию. После этого все и завертелось. Шутки ли, ведь завод не просто перерабатывал выброшенные на помойку священные тексты, а делал из них туалетную бумагу. Тут уж никакого смирения не хватит. Просерженные богомольцы собрались у стен за завода и даже предприняли попытку взять его штурмом. Религиозные чувства они такие, и для их защиты все средства хороши. Захватить завод богопочитатели не смогли, и от отчаяния и приполнявшей их любви к создателю предложили на худой конец казнить директора. Последний, узнав о планах толпы, едва унес ноги. Однако все равно оказался в полиции, вероятно прикинув что к чему и сообразив, что там ему будет намного безопаснее, чем на свободе. В итоге директора предприятия арестовали, поставщики сырья объявлены в розыск, завод под угрозой закрытия, а его чересчур дотошные сотрудники, те, которые и рассмотрели в куче мусора выброшенные священные откровения, теперь рискуют остаться без работы. А как иначе? В конце концов, книга для человека или человек для книги.